Аграрии просят правительство сохранить объем средств на субсидирование АПК. Просьбу бизнес-сообщества в ходе сегодняшнего заседания правительство озвучил глава агрофирмы «Родина» Иван Саур. По его словам, нынешнюю активность инвестирования в АПК, то есть более 26%, надо сохранить. Особо выделяет бизнесмен действующие правила по инвестсубсидиям. Сейчас, по данным Министерства сельского хозяйства, возобновлено субсидирование оригинальных и элитных семян, отменены минимальные нормы, изменен механизм финансирования удобрений. Теперь фермеры могут выбирать их по качеству и цене вне зависимости от страны происхождения. В животноводстве, если раньше откормочники получали дотацию от 400 голов скота и выше, то теперь и от 100 голов. Первый вице-министр сельского хозяйства Карат Айтуганов сообщил об изменении критериев субсидирования сельхозтоваропроизводителей с акцентом на повышение урожайности, увеличение привеса и загрузку перерабатывающих предприятий. В животноводстве для достижения запланированных индикаторов существенно изменены критерии субсидирования, которые позволили увеличить охват получателей субсидий, что в конечном итоге отразится на увеличении объемов продукции. По говядины, если раньше субсидии получали 175 хозяйств, то сегодня охват 522 или 100%. По молоку в два раза с 269 до 532 хозяйств. Благодаря изменениям именно мы серьезно продвинулись по направлению диверсификации производства. Было много внесено изменений и эти площади, которые сегодня по масленичным культурам увеличиваются, это не случайно, это именно подтверждение того, что нашли правильное применение государственной поддержки. Мы благодарны за серьезные изменения по вопросам субсидирования семеноводства.